Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Наверное, это был первый радиоведущий, который умел непринужденно вести беседу, пожалуй, так. И он всегда знал тот вопрос, который сейчас обсуждался, то есть он немножко знал историю своего собеседника. И вообще он был очень в этом плане эрудированный человек. Как журналист он был очень сильный, очень талантливый журналист. Я не знаю, насколько это применимо, но журналист он должен быть всегда, наверное, как Саша Зинкевич. То есть он ни с кем никогда не ругался, он всегда был в курсе всего. И он мог пролезть туда, куда многие пролезть не могли. Мог достать информацию там, где нам остается только мечтать. И сам по себе он был человек располагающий, хоть и, будем так говорить, внешность у него была такая интересная и не всегда она располагала. Но достаточно было рассказать два-три слова, как ты расплывался, все, и ты поглощался вниманием Саши, этого человека. Поэтому он был профессионал своего дела, он всегда знал, чего он хочет, он всегда знал. И он всегда жил спокойно. Вот все его движения никогда никуда-то не торопился. Он всегда был выверенный, спокойный, даже где-то медлительный. Потому что он всегда говорил, я успею, успею. И его речь такая поставлена, когда слушаешь радио и встречаешься с ним наедине, это такое ощущение, что так и так и продолжаешь. Бархатный его голос, он всегда завораживал. Он, как бы, его был такой конек. Всегда быть интеллигентным, всегда быть, со всеми всегда дружить. Зачем? Поссориться мы сможем всегда. А еще то, что по своей, то есть каким-то вещам журналистским, наверное, я не могу себя называть журналистом, потому что все-таки это профессия, а я только-только, наверное, третий год в этой профессии. Я думаю, что если бы он... Я начал заниматься журналистикой всем вот этим, через два года после того, как он ушел. Но думаю, что если бы сейчас, если бы он тогда, когда начал этим заниматься, он был бы рядом, то я бы многому научился. И то я свои первые шаги, наверное, начал с того, что я помню, как он себя вел, как он что-то делал. Но я не был с ним так близко, но я всегда видел, что он всегда в центре внимания. Он, вернее, всегда в центре событий. Он всегда знает, он всегда там. И постоянно он... Наверное, это и есть качество журналиста. Я пока еще до этого не дошел. И как рок-кен-ролл он был сильный. Он любил музыку, он любил нас, группу, как группу ЧМД. Потому что он не пропускал... Редко очень было, чтобы он пропускал наши концерты. Он их монтировал, он их выставлял. Он принимал участие, вдохновлял даже в каких-то вещах. У нас даже шутовская месть, которая у нас была. Это я помню с самого начала. Вы встречались и только хотели этот проект вести. Рассказывали об этой шутовской мести, что вот у вас есть идея. Саша спрашивал... Это вы тогда возле Патрии сидели, я помню. Саша спрашивал, как ты видишь этот проект, что... Он говорит, ну мне нужно снимать. Ты говорил, что вот камеры нет, если можешь, Саша. Я помню, по-моему, несколько серий, когда он совместно с вами, да, он сам снимал. Да, он снял несколько серий в начале. Это были самые начали. Это вот кусками там, потому что мы весь сериал снимали. В Оргееве ездили, там снимали, нет, нет? В Сороках, да? В Сороке вот первую часть, она вот на 100% снята с Сашей. Дальше уже по чуть-чуть, по чуть-чуть. И в итоге, то есть потом просто как... Ну, он все-таки журналист был, он вел свое интернет-телевидение, но из первых... И там требовал времени. Ну, он просто камеру давал. Ребята, нате, идите, снимайте. А потом первую часть, практически всю... Ну, выставил на своем интернете-телевидении. Первый акт. И он всегда был... Он помогал делать промо-ролики. Он промо-ролик первый сам сделал. То есть он в начале проекта, в 12-м году, в 12-м, начале 13-го года, то есть он плотно с нами был потом. То есть мы как-то набрали обороты. То есть он всегда интересовался. Что там, как там у вас, что там, какие планы. Мы всегда держали в курсе его. И он принимал большое участие. Я думаю, что даже первая часть, по-моему, она и вышла под гиды Тэу Беллс. Я еще вспоминаю, когда ты говорил выше в интервью, что Саша очень любил посещать ваши концерты. Я помню, я была на одном из концертов, из ваших, да? И там была композиция в память Александра Зинкевича. Кто написал слова и музыку? То есть она была специально написана для Александра Зинкевича? Нет, не специально. Я не буду говорить. Не хочу, чтобы это... В тот момент, в тот день, то есть это был 14-й год, это наша старая песня. Это песня, с которой ЧМД в 2002 году впервые на сцене ДК Реут вышла на сцену, то есть 8-го ноября. То есть это самая первая наша песня. Почему-то она вот вышла на такой, слишком, наверное, философской. А почему именно эту композицию? Она приедет, потому что сколько песен не спето, и счета им нет. Пусть на облесках нет, а не сотрется мой след. А его свет никогда не сотрется. Я не больно речистый, да в родные места. И струистый, и чистый пусть уносит мечта. И положенным сроками, с открытой душой, стану малым притоком нашей песни большой. И мне показалось, что вот именно слова песни, они очень подходят, ну, к памяти Сашины, наверное. Потому что он ставил большой след, и он уже стал историей этого города. В одной из годовщин вы тогда вот организовали концерт в память Александра Зенкевича, это я помню, в ДК Реут. Я тогда присутствовала, и когда была вот эта композиция в память Александра Зенкевича, и там был спроецирован его портрет, и вот это я помню. Мы презентовали тогда вторую, финальную часть «Сутовской мести», и один из блоков, то есть презентации, мы посвятили тому, что как бы мы не могли не упомянуть его имя, так как весь этот проект, он был связан. Не то, что связан, он начинался с ним вместе, поэтому не упомянуть его нельзя было. Поэтому жаль, что он так и не дожил, ни до первой презентации, ни до второй. Нет, первую презентацию он смотрел первую часть. Первую часть он был с нами. Это было в начале 2014 года, это было 1 марта. А ко второй, к сожалению, это было уже в конце года, его уже не стало как. Поэтому не упомянуть его имя, и просто чтобы его фотографии не присутствовали. Хотя он просто в душе у нас был вместе с нами. Он был в этом фильме, он был частичкой этого фильма. Одной из важных таких частей. Это было интервью с Михаилом Смоленко в память об Александре Зинкевичем. Я дополню. Обидно, знаете, иногда становится, когда люди, которые для этого города сделали очень много, мы можем перечислять много имен, среди которых имя Александра Зинкевича. Они у нас как-то неувековечны. Да, Саша не любил каких-то таких вещей. Я тоже об этом думала, кстати, говорили. Но хотя бы какую-то доску. Мемориальную. Мемориальную. Можно было бы, чтобы наше правительство, наши властимущие, которым он очень много сделал хорошего и добра, когда он не кричал ни за кого, а работал просто с этими политиками, могли бы как-то отметить. И очень обидно, что все-таки наш город, даже Саша говорил, что это своеобразный город. Значит, и герои должны быть своеобразные. А Саша для этого города сделал очень многое. И все-таки как-то, я думаю, что нужно будет предложить, даже на том же муниципальном свете, кому-то. Но не сейчас. Потому что сейчас этот кавардак власти, сейчас не та власть, которая может сделать увековечье имя этого человека. Хоть просто какой-то плитой. Но когда, я надеюсь, что эта стабильность станет, необходимо будет это сделать. Потому что такие люди, как Александр Зинкевич, должны оставаться в памяти горожан этого города Бельца. Потому что и так в этом городе гордиться нечем, честно говоря. Насколько бы мы не любили, насколько не процветал бы у нас великобельский шовинизм. Но вот таких людей, как Волонтир, как Зинкевич, надо помнить. Потому что эти люди, это действительно лица и имена нашего города. Которые много для него сделали. И не отмечать их как-то, то кого отмечать? Кого другого тогда? То есть, те, кто себе дворцы понастроил в жизни. А эти люди создали имя. Так что, что важнее?